Спонсор выпуска – ресторан «Тэмулен». Здравствуйте! В эфире новости на телеканале АТВ. В студии работает Наталья Домбаева. И вот главная тема выпуска. Быть или не быть – вот в чем вопрос. БГУ раскололся на сторонников и противников митинга. Растерзанный собаками мальчик идет на поправку, что предпринимает власть, чтобы обезопасить жителей от бродячих животных. Воображаемая реальность. В Третьяковской галерее состоялось открытие выставки известного бурятского художника Зарикто Доржиева. И начнем наш выпуск со срочной новости. В Мухаршибирском районе выясняется обстоятельство смерти главы села Шаралдай. Его тело было найдено вчера вечером во дворе собственного дома. Одна из версий самоубийства. По некоторым данным, главе угрожал некий молодой человек. Что называется, конфликт из прошлого. В феврале прошлого года несколько молодых людей в ночное время в одном из магазинов в поселке Шаралдай пытались приобрести спиртное. Однако девушка-продавец отказала им, после чего молодые люди стали ей угрожать. Девушка-продавец позвонила главе сельского поселения, который на своем автомобиле приехал к магазину и попытался успокоить данных молодых людей. Однако, находившись в состоянии алкогольного обвинения, молодые люди напали на главу поселения и стали его избивать. В этот момент мужчина достал из своего автомобиля охотничье ружье, пытаясь таким образом напугать и успокоить данных молодых людей. Однако, вид оружия какого-либо эффекта не произвел, после чего один из молодых людей схватился за ружье и попытался его отобрать. В ходе борьбы глава сельского поселения упал на землю и при этом непроизвольно нажал на спусковой крючок, произошел выстрел, в результате чего один из молодых людей получил ранение в плечо. В действии главы признаков преступления следователи тогда не обнаружили. Есть информация, что незадолго до самоубийства мужчина сообщил жене, что пострадавший от выстрела молодой человек звонил ему и требовал деньги. Не исключается и наличие других мотивов. Протестный митинг БГУ под вопросом. Сегодня утром в прессе появилась информация о том, что профсоюз университета отказался от проведения митинга. Значит ли это, что запланированная на завтра акция протеста не состоится? И что побудило лидера профорганизации направить в мэрию заявление об отказе, выясняла Марина Непомнящих. Сегодняшнее утро для многих преподавателей БГУ началось с шокирующей новости. В СМИ опубликовали вот этот документ. Он был отправлен в мэрию накануне. Руководствуясь федеральным законом о собраниях, митингах и демонстрациях, первичная профсоюзная организация преподавателей студентов и сотрудников БГУ уведомляет вас об отказе проведения мероприятия на площади революции, согласованное на 30 января. Эта новость стала полной неожиданностью для всех, кто твердо намеревался выйти завтра на площадь. Активисты противники нового ректора собрали экстренное совещание. Выяснилось, что председатель профсоюза Марина Добрынина, которая подписала документ, уже несколько дней находится на больничном. В связи с предстоящим митингом идет мощное беспрецедентное давление на сотрудников, на студентов БГУ, на руководителей подразделений. И вот одним из первых, на кого давит, это уже бывший лидер профсоюзов Марина Ивановна Добрынина. С ней встречался лично глава республики Вячеслав Наговицын. С ней разговаривают про хранительные органы. После этих бесед она заболела, у нее начались проблемы с сердцем. Информацию о том, что лидер профсоюза встречалась с главой, подтверждают и в коллективе. Однако по закону она не имела права подписать это заявление, находясь на больничном. Поэтому на экстренном совещании было решено следующее. Единогласно было принято решение признать недействительным заявление Добрынина Марина Ивановны в отзыве, введомлении о проведении митинга. Второе решение было принято выразить недоверие председателю профсоюзной организации Добрынины Марине Ивановны и прекратить досрочно ее полномочия. Протест в БГУ набирает обороты. В социальных сетях появились группы поддержки митинга. А тем, кто не хочет или боится в нем светиться, организаторы митинга предлагают одеть маски. Вместе с тем отголоски протеста докатились и до Москвы. Баир Циренов, член фракции КПРФ в парламенте Бурятии, накануне пикетировал Министерство образования России, выразив тем самым свое несогласие с политикой в отношении Бурятского госуниверситета. Господин Ильеванов, который сделал все, чтобы уничтожить основы образования и науки в нашей России, я думаю, что это не новость. Такими вот арведовскими методами и формами действовать в том числе в регионах. Не без участия в местных руководителях. Поэтому Ильеванов должен тоже, ну сложно, конечно, это человек случайный в этом ведомстве, и ждать от него каких-то конкретных шагов, что он отменит приказ. Мы будем надеяться, по крайней мере, мы планируем встретиться с сенаторами и депутатами Государственной Думы, трех субъектов, с ним встретиться, ну и привлечь внимание первого лета России, это президента Путина. Противники назначения Мошкина считают незаконным отзыв уведомления о митинге. И несмотря ни на что, готовы выйти на площадь революции в 10 утра 30 января, как и было запланировано. Марина Непомнящих, Вячеслав Батоев, первая альтернативная. Сегодня прошла очередная сессия Горсовета. По традиции, которая сложилась между нашим каналом и Горсоветом, нас вновь отказали спускать на заседание. Здравствуйте, это вас телеканал АТВ беспокоит. Скажите, сегодня аккредитация нужна на сессию Горсовета? Ну, конечно, все по правилам. А как ее получить можно? Ну, а разве неизвестны? Ну, вообще сессия... Первый раз идете на сессию? Нет, не первый раз, но сессия Горсовета открыта и по уставу, и любой может к туда прийти. Ну, бумага-то нужна от вас? Ну, мы если с собой ее принесем, то пропустите? Нет, заранее, за день все подается. За сутки, за сутки. Я вас уже об этом предупреждал. И директора вашего предупреждал, что если играем, играем по правилам. За день мы берем бумагу. А там за час, за два нет. Что может поменяться, если бумага будет предоставлена заранее, нам не ведано. Может, сессию отменят или приготовят сценарий, по которому каждый депутат будет отыгрывать роль на заседании. По каким правилам собираются играть чиновники, мэрия нам неизвестно. Наш канал руководствуется законами Российской Федерации. Статья 144 пункт 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Воспрепятствование законной и профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к распространению, либо к отказу от распространения информации. Статья 58 закона о СМИ. Ответственность за ущемление свободы массовой информации. Воспрепятствование в какой бы то ни было форме со стороны граждан, должностных лиц государственных органов и организаций, общественных объединений, законной деятельности, учредителей, редакции, издателей и распространителей продукции средств массовой информации, а также журналистов. Несмотря на то, что на сессию нас так и не пустили, нам удалось сделать запись. Смотрите завтра на нашем канале сюжет о судьбоносном заседании Горсовета. Восьмилетний мальчик, растерзанный накануне бродячими псами, идет на поправку. Алдара Бадмаева перевели из реанимации в палату. Теперь рядом с ребенком его родители. Они помогают мальчику забыть о трагедии. Навестила Алдара и наша съемочная группа. Я шел от бабы-деды, а собаки шли за мной, а потом напали. И покусали, а потом моя тетя пришла. И потом какой-то дом занесла, и потом скорая приехала. С виду мальчик пришел в себя и без эмоций рассказывает о случившемся. Но за внешним спокойствием – глубокая моральная рана. Алдар до сих пор иногда плачет, говорит мама Наталья Балданова, вспоминая тот ужасный день. Я все время плакала, говорила, мам, мне холодно, мне больно, мне больно. Я ему хотела подушку положить, потом смотрю, руку голову подняла. Он мне говорит, мам, у меня все там болит, не трогай, не трогай. Смотрю, у меня там кровь на руке. Я его не стала трогать уже, начала его успокаивать. На ребенке не было живого места. По всему телу рваные раны. Врачи четыре часа оперировали мальчика. Еще два дня он провел в реанимации. Сейчас Алдар идет на поправку, хотя ходить ему до сих пор нельзя. Да и ножки очень болят, признается ребенок. На бедре у мальчика повреждены мышцы. На данный момент состояние ребенка стабильное. Сейчас проводятся меры по предупреждению инфицирования раны, далее антибактериальная терапия, перевязки, ну и естественные возбудения. Ну, пока так все, обезболивание. Проблемы с бродячими животными теперь будут решать жестко. Парламентарии готовят поправки в закон, которые позволят почти сразу умертвлять бездомных собак. Раньше, если хозяин у пса не находился в течение полугода, его отпускали вновь на волю. Пока от лоум псов будет заниматься комбинат по благоустройству Лан-Удэ. Именно на эти цели из резервного фонда Бурятии бедомству выделили 2 миллиона рублей. Светлана Семеренко, Вячеслав Батоев. Первая альтернативная. Более 26 тысяч кубометров. Таков объем незаконно заготовлены древесиной до 2014 год. Ущерб от черных лесорубов оценивается без малого в 200 миллионов рублей. Значительный рост лесной преступности наблюдается по сравнению с 2013 годом. Возросшее количество случаев незаконной рубки в первую очередь связано с тем, что увеличилось количество рейдов, проводимых Агентством лесного хозяйства, МВД и другими заинтересованными ведомствами. В 2014 году было проведено 3154 таких рейда, что на 30% почти больше, чем в 2013 году. Теперь в Агентстве лесного хозяйства ищут новые пути решения этой проблемы. Так, сотрудники лесхоза проанализировали периоды наибольшей активности черных лесорубов и определили наиболее популярные для вырубки места. Они последовали примеру полицейских и начали привлекать к охране лесов обычных жителей Бурятии. Так любой желающий может вступить в ряды общественных лесных инспекторов. А теперь, внимание у телезрителей, наша традиционная рубрика «Картина дня» в новом формате. Мой коллега Александр Иванчиков коротко расскажет вам о не менее интересных событиях, произошедших сегодня. Я научу вас Родину любить. Сегодня в Москве пройдет семинар для глав регионов под эгидой администрации президента. Губернаторов будут учить управлению в условиях экономического кризиса. На семинар отправился и глава Бурятии Вячеслав Наговицын. Ожидается, что мероприятие откроет Владимир Путин. Он ушел и не обещал вернуться. Зам сити-менеджера и председатель комитета по социальной политике мэрии Улан-Удэ Игорь Зураев уволился по собственному желанию. Из достоверных источников нам стало известно, что Игорь Иванович переходит на работу в торгово-промышленную палату. Правда, с официального сайта мэрии его фото пока не удалили. В Монголии обнаружили мумию, сидящего в позе лотуса буддийского монаха. Нетленное тело было найдено археологами в Улан-Баторе. Ученые предполагают, что его возраст составляет почти 200 лет. Тело не было бальзамировано, сверху его накрывала шкура быка. По одной из версий, это учитель нашего хамбола Мы и Тегелова, тело которого также остается нетленным после 75 лет захоронения. Кяхтинский Верещагин. Бурятский таможенник отказался от взятки, которую пытался дать ему гражданин Монголии. Инцидент произошел накануне в Кяхтинском пункте пропуска. Монгол перевозил через границу пиломатериалы. Инспектор на весовом контроле выявил незначительный перевес, однако предприимчивый нарушитель не растерялся. Гражданин Монголии попытался дать взятку таможенному инспектору в размере 6 тысяч, положив эти деньги в конверт. Таможенник действовал в соответствии с установленным порядком уведомления о подобных фактах. То есть он незамедлительно уведомил оперативно-дежурную службу своего непосредственного начальника и отдел по противодействию коррупции. Сам факт передачи денег видеокамеры не зафиксировали, однако известно, что заветные 6 тысяч рублей нарушитель положил в пакет с документами. Теперь на него заведено уголовное дело. Интересно, что максимальный штраф, который ему могли назначить за перевес, составил бы не более 2 тысяч рублей. Ну что ж, как говорится, мы мзду не берем, нам за державу обидно. А вот соотечественник горе-взяточника, 29-летний Мунг Батын Дава Жаргал, более известный как Белый Феникс, наоборот прославил свою родину, выиграв главный трофей Сумо императорский кубок. Причем сделал он это уже в 33-й раз. Тем самым спортсмен превзошел рекорд прежнего чемпиона японца Тайхо. Добавлю, что Мунг Батын приехал в Японию еще подростком с весом всего 62 килограмма. Он второй уроженец Монголии и четвертый иностранец, завоевавший высший титул борца Сумо. До этого таким званием обладали только японские спортсмены. В Третьяковской галерее открылась выставка Зарикто Доржиева «Воображаемая реальность». По словам коллег, он очень многообразен. Мастер графики, художник по костюмам, скульптор. На открытие собрался весь бомонд, рассказывает Надежда Хлыстова. Зарикто Доржиев признался, я как Акуджава. Когда начинаю считать себя звездой, иду и мою посуду. Он оригинален во всем. Один из самых известных современных бурятских художников, кому удалось показать себя не только в России, но и за рубежом. За последние несколько лет его персональные выставки проходили в Музее Востока, в Русском музее, галереях Люксембурга, Страсбурга, Брюсселя, Лондона и Токио. «Хотелось бы, чтобы шла какая-то позитивная энергетика, чтобы люди ощущали какой-то позитивный настрой. Но, как говорится, рука делает такие вещи, которые ты, может быть, ощущаешь лишь подсознательно. Порой это могут быть и драматичные вещи, какие-то очень, может быть, даже очень сильные негативные ощущения внутренние. Но то, как получается на холсте, это в большей степени какой-то подсознательный процесс». На выставке были представлены как уже знакомые, так и новые работы мастера, созданные за последние годы. «Сегодня я разговаривал с директором музея, заместителем директора музея. Выставка современного молодого художника – это вообще что-то из ряда вон выходящее в Третьяковской галерее. И выставка «Зарикто Дорживо» сегодня даже входит в историю в определенном смысле, потому что в таком возрасте художники не выставляются в Третьяковской галерее. Уже слишком много классиков в российской культуре, в российской живописи. Высокую оценку работам художника дала директор Третьяковской галереи Ирина Лебедева. «Художнику удалось соединить такие традиционные национальные мотивы и современный художественный язык. Профессиональный художник, получивший современное образование, тем не менее опирается на опыт традиций своего народа». На Крымском валу представлено 80 произведений – живопись, графика и скульптура. Он создает изображения, которые насыщены характерными свойствами культуры Центральной и Восточной Азии. Фоном в его произведениях часто становятся необъятные просторы степи. А образ главного героя, кочевника, автор определяет так. «Кочевник для меня – созерцатель. Это художник, поэт, философ. Как правило, он одинок». «Я очень люблю всегда эскизы, наброски, люблю карандаш. И карандашная работа безупречна. И, конечно же, свой стиль узнаваемый. Спасибо ему, спасибо за их то, что он продолжает нас радовать». «Мне кажется, что все люди должны познавать культуру других стран, насколько это возможно, потому что и не должны забывать, что мы все братья, и тогда будет меньше войн». Выставка будет проходить с 28 января по 1 марта. Депутат от Бурятии Ринча и Матханов признан одним из самых ленивых в Государственной Думе. Как сообщает лента.ру, известны «Справедливо Рос», и еще 40 депутатов признаны крайне пассивными. Их законодательные инициативы фактически сведены к нулю. Ни одного яркого выступления, никакой работы в комитетах, да и в СМИ упоминаются редко. А зарплата депутата Госдумы немаленькая. Она составляет 450 тысяч рублей в месяц. Вместе с Ринчаем Матхановым на скамейке неповоротливых депутат-оленивод Дмитрий Хароля, бывший советник при президенте Татарстана Тимур Акулов и выходец из металлургического бизнеса Иван Демченко. Зато Ринчаем Матханова можно заметить на светских мероприятиях в столице. Так он был недавно замечен на открытии выставки бурятского художника Зарикто Доржиева. А сейчас, как обычно, по четвергам наша рубрика «Обзор цен». Шампунь для окрашенных волос марки «Сиос» 500 мл в Барисе можно приобрести по цене 184 рубля 5 копеек, а в Абсолюте за 192 рубля ровно. Стиральный порошок «Тайт» белая облака 400 граммов. В Стаме порошок стоит 51 рубль 90 копеек. В Абсолюте 51 рубль ровно, а в Барисе 49 рублей. Крем-краска «Палет» «Колор 2». Магазин Барис «Эконом» предлагает цену в 97 рублей 50 копеек. В Абсолюте 99 рублей 90 копеек. Мыло «Ушастый нянь» пятновыводитель. В Абсолюте он стоит 29 рублей 60 копеек. В Барисе на Ключевской 28 рублей 50 копеек. Шампунь «Крапива» отечественной марки «Чистая линия» 250 мл. В Абсолюте шампунь стоит 51 рубль 90 копеек. В Барисе можно приобрести всего за 41 рубль 50 копеек. Таким образом, разница в цене на промышленные товары составляет от 50 копеек до 3 рублей. Два сопрано одновременно, но в разных манерах и стилях. В Бурятии стартует новый московский проект «Джаз-опера». Ольга Годунова и Екатерина Лехина открывают свой музыкальный тур с нашего города. О квинтэссенции оперного искусства и о том, как становится популярна классическая музыка, рассказывает Наталья Китаева. Ольга и Екатерина над концертной программой работают уже два года. По словам автора проекта, идея к ней пришла неожиданно. Мне всегда нравилось такое сочетание стилей и жанров. И когда я стала думать о том, что как-то у нас среди молодежи не очень популярна опера. И захотелось больше популяризировать этот жанр. В программе концерта прозвучат мировые хиты в сопровождении симфонического оркестра, театра оперы и балета под руководством Валерия Волченецкого. Эстрада, классика и джаз. Именно такой микс жанров по задумке авторов должен привлечь молодую аудиторию. Мы специально подобрали оперные арии, наиболее популярные, наиболее яркие, запоминающиеся. И я уверена, даже и молодое поколение, молодые зрители, они наверняка слышали это где-то. Ольга Гудунова – одна из немногих российских исполнительниц, которая владеет различными стилями вокального мастерства. Это джаз, эстрада и классика. Она долго искала подходящий высокий голос, пока не остановила свой выбор на Екатерине Лехиной. Сегодня певицы не привязаны ни к одному из оперных театров, а работают по контрактам в разных странах мира. Именно такой статус, по их словам, необходим для творческой свободы. Наша идея, наша задача – приобщить как можно больше слушателей, зрителей именно и классической музыки, и показать хороший уровень популярной музыки, эстрадной музыки из мюзиклов. Форма концерта неожиданна. Певицы сами будут вести свое выступление, шутить и общаться с публикой. Услышать премьеру уникального проекта «Джаз-Опера» поклонники джаза, эстрады и классики смогут уже 30 января на сцене Театра опера и балета. Наталья Китаева, Александр Хомоганов. Первая альтернативная. И последнее на сегодня. Телекомпания АТВ объявляет конкурс сценариев для художественного фильма. Лучший сценарий будет экранизирован за наш счет, а автор получит вознаграждение и свой процент от проката. Присылайте ваши работы на адрес электронной почты bikal.defis.atv.sobaka.yandex.ru На этом у меня все. Будьте в курсе последних событий вместе с АТВ. Заходите на наш сайт и на страницы в социальных сетях. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч. Ресторан Темулен. В честь праздника Сагалхан дарит 15% скидку на весь ассортимент национальных блюд. Ресторан Темулен. Времена меняются. Традиции неизменны. Улица Набережная, 14. Телефон 654-654. Редактор субтитров А.Семкин